Всем привет! С вами Юлия Ильянова. Сегодня поговорим с вами об уходе за кожей тела. И меня давно достаточно просили показать, что я использую в уходе за телом. Мне есть, что вам показать. Это будут представители тех продуктов, которые у меня обычно есть в ванной. Вот другая коробочка. Это то, что я использую после того, как я выхожу из ванной. Естественно, что в разных ситуациях. Первое, естественно, то, что у нас есть у всех, это гели для душа. Мне очень нравится Корес. Это мой любимый аромат. Базилик-лимон, который сняли с производства. Так что у меня в запасе немножко осталось еще. Гель для душа это не только способ себя смыть день или утром освежиться, но и также ароматерапия. В зависимости от аромата можно себе создать настроение расслабляющее или наоборот тонизирующее. Поэтому я использую гели для душа больше как ароматерапию. Потому что если мы принимаем душ каждый день, ну мы не такие грязные, чтобы нам нужно было какое-то жесткое мыло. Тем не менее, периодически нужно обновлять кожу, помогать ей обновляться. Потому что если этого не происходит, то могут возникать воспаления на коже и прочие какие-то вещи. Это два скраба. И на самом деле они немного разные. Потому что вот этот скраб от Ифраши, это мандарин, лимон, кедр. Это сахарный скраб. И я, честно говоря, думала, что он будет хотя бы немножко скрабировать. Здесь очень мелкие такие скрабирующие частички. Их практически незаметно. Практически сразу, как вы его набираете. В принципе, скраб растворяется, остается только очень жирное масло. То есть вот такие штуки я использую, чтобы потом можно было обойтись без крема. Если мало времени, то я использую гель для душа. Сверху наношу вот это. Смываю. Все. Кожа у меня получила достаточно увлажнение. Мне нет необходимости ждать, пока это все впитается. То есть это такое средство два в одном. Хотя вот скраба здесь практически нет. То есть как скраб я это не использую. Похожее средство, но которое на самом деле гораздо более крутое именно в качестве скраба. Этот скраб я нашла на iHerb. Здесь тоже он. Сразу аромат такой. Здесь лимонник основной играет роль. Но здесь также какая-то цветочная композиция. Вообще это, конечно, супер натуральные скрабы. Вот здесь масла и масло ши. Кокосовая, подсолнечная, марула, роза, папайя, экстракт зеленого чая. Вот здесь вот все, только экстракты, только какие-то натуральные ингредиенты. Написано, что это пиар сбалансировано, cruelty free, friendly, в общем, клевый. На самом деле он мне реально нравится. Здесь я могу даже показать немножко, наверное, консистенцию. Вот здесь скрабирующие частички остаются достаточно долго. Несмотря на то, что я вношу, даже если на влажную кожу, то здесь и скраб хороший. И есть уход, но он не такой жирный, не такой масляный, как у Ифраше. Поэтому вот на этот скраб я вам оставлю ссылочку. Он реально клевый. И вот за такие деньги, которые это на iHerb предлагают купить, мне кажется, что это прямо вот очень круто. И такая баночка большая, у него очень большой расход. То есть вот этого хватает на достаточно большой такой участок кожи, потому что очень долго действительно вот эти вот скрабирующие частички остаются, несмотря на то, что это сахар. Это очень какой-то правильный мелкий сахар. И вот я наконец-то нашла здесь 227 грамм. Очень клевая упаковка. Еще один скраб, мое такое открытие. Это скраб от Lush. И это Cup of Coffee. Он действительно пахнет кофе. Просто потрясающий аромат. Я его люблю и для тела, и даже для лица, но очень редко. Потому что здесь молотый кофе, и сироп агавы, и другие масла. Так вот он выглядит. На самом деле показывать скрабы я даже не знаю. Мне кажется, в этом просто нет никакого смысла. Но чтобы вы понимали, какая это консистенция, что это не жидкое что-то. Это естественно, что постоянно скрабирующая такая текстура. То есть эти частички никуда не деваются, они остаются вместе с нами, потому что это кофе. Но это скраб интенсивный, но невероятно мягкий. Потому что вот эти вот частички грамм, они очень мягкие. Они не как какие-то косточки орехов или еще что-то. Когда их перемалывают, они все-таки достаточно жесткие. Вот любимый и мной много лет назад, в том числе скраб от чистой линии с абрикосом, там абрикосовые косточки, вот он может быть потенциально очень опасным. Потому что если это не такие круглые какие-то гранулы, то это может оставлять мелкие-мелкие микроцарапины, которые вы не видите на лице, но которые могут вызывать потом воспаление или еще что-то, вы будете думать, а что же это такое? Это просто вот скраб такой. Поэтому вот раз в две недели, допустим, когда я в ванной, потому что вы понимаете, что чтобы вот это вот полностью смыть и с волос, и с лица, может потребоваться какое-то время. Я рекомендую это все-таки использовать в душе. Это невероятно крутой скраб, у него небольшой расход. И вот в следующий раз я, когда окажусь в лаше, я хочу купить большую упаковку. У него есть вот такой маленький, я первый раз купила 150 грамм попробовать. И где у меня крышка, они еще есть в больших упаковках. Следующая штука тоже от Lush, это кондиционеры для тела. Такие же кондиционеры есть у Nivea. Если вам захочется попробовать, то можно дойти, мне кажется, в любом супермаркете они сейчас продаются. На чистое тело после геля для душа, либо после скраба мы наносим вот эту штучку на влажную кожу. Дальше мы смываем это, вытираемся полотенцем, и все, на нас уже есть защитное средство, увлажнение, это как крем. Тратить времени уже нет необходимости на крем, и в жаркое время года это позволяет как раз избежать крема, вот это какой-то жирной еще дополнительной текстуры, чтобы не было слишком жарко. Поэтому летом я очень люблю его. В прошлом году использовала Nivea, в этом году у меня были вот эти кондиционеры от Lush. Также очень хорошая идея, если вам для лица какое-то средство окажется слишком агрессивным, можно использовать его для тела. Вот эту штучку мне подарили как-то в Сифаре за покупку, это Too Cool for School, пенящийся такой гель-крем для умывания с глиной. Такая вот штука. Я использую его для спины и для более таких жирных участков кожи со спиной. Конечно, особенно если у вас волосы длинные, могут возникать конфликты из-за того, что вы пользуетесь средствами для волос, какими-то кондиционерами, это все попадает на спину, и там из-за этого возникают какие-то воспаления и нехорошие штучки. Как вы заметили, если вы уже не первый раз смотрите мои видео, то я немножко постриглась. Не переживайте, волосы отрастут, зато теперь я могу делать как Дима Маликов. Вот так вот. Раньше, конечно, я так делать не могла. И возвращаясь к этому средству. Почистить поры для лица слишком, для тела отлично. И последний тюбик из средств, которые я использую в ванной, это на самом деле средства для кожи головы и средства для тела. Здесь есть кислоты, то есть для того, чтобы отшелушить, при этом сделать это очень нежно, лишнюю кожу на голове, либо где-то на теле, мы можем нанести перед душем на 10 минут вот эту штучку. Мне очень нравится, если мы говорим о голове, вот эта вот тончающаяся упаковка, этот носик, очень удобно наносить на голову, потом немножко подождать и смыть это в душе. В принципе, здесь написано, что для тела точно так же работает, такие очень легкие кислоты. Можно даже почувствовать где-то, если есть ранг, легкое пощипывание средства действительно работает. Значит, когда я выхожу из душа, все, что мне нужно для тела, у меня лежит вот в этой коробке. Здесь вот активно все, что мне может понадобиться. И сразу мы начнем вот с этой большой щеточки, потому что она, во-первых, и выдается, вам сразу же любопытно, что это за щеточка. И, во-вторых, это то, что я использую и до душа, и после, потому что это щетка, которую мы используем на сухую кожу. Невероятно клевая массажная щетка. Если у вас есть время до душа полностью все тело вот так вот помассажировать ей, до образования тепла и такого легкого приятного покраснения, то это очень здорово для кожи. Естественно, что только самые стойкие из нас будут делать это каждый раз перед принятием ванны, либо перед душем, но это невероятно здорово. Кстати, если у вас есть какой-то скраб кремовый, либо на основе масла, и вы нанесете его сначала на сухую кожу, а потом вот только уже смывать в душе, то эффект будет тоже более такой клевый, примерно как от такой щеточки. И иногда я после того, как я приняла душ, уже вытерлась полотенцем, прихожу к своей коробочке, и пока у меня кожа уже достаточно сухая, я быстренько делаю массаж и наношу какие-нибудь средства. Какие средства после массажа мы обычно наносим? Это что-то, например, антицеллюлитное, потому что, естественно, самому такому интенсивному массажу подвергаются именно эти зоны. Что у меня есть антицеллюлитное? Ну, стоит ли повторяться, что мы все понимаем, что вот это средство никакое не уберет целлюлит? Может этому помочь вот как раз такая щетка, массаж, какие-то процедуры. Ну, вот такие средства, они, во-первых, как бы заставляют вас делать массаж, потому что это масло вы не можете просто так нанести и забыть. Его нужно распределить хорошенько. За это вот я, в общем-то, такую форму и люблю. На разогретую кожу мы уже наносим вот такую штучку, либо у меня еще есть пара кремов от Ифраше, потому что я считаю, что средства от целлюлита, ну, они, в принципе, они не работают, они не делают то, что они говорят, что вот был целлюлит и намазался крем, он пропал. Поэтому я считаю, что, ну, нет смысла тратить большие деньги на то, чтобы просто поддержать тонус кожи. И, наверное, имеет смысл там сильно тратиться, если вы действительно делаете какие-то серьезные процедуры, вам нужно серьезно поправить дела в области целлюлита, и тогда, наверное, имеет смысл покупать что-то более дорогое, профессиональное. Так, с помощью массажа вот таких штук вполне можно себя хорошо чувствовать. Вот здесь два средства. Вот это то, что я не советую. У них вот в этой серии, это уже старая серия, я не знаю, будут они ее снимать с производства или нет, Action Anti-Cellulit. Вот этот крем мне совсем не нравится, он липкий, он скатывается, я вот вам реально его не советую. Тем не менее, он достаточно приятно пахнет какой-то травкой, и думаю, что он, наверное, какой-то эффект оказывает, потому что он слегка там охлаждает. Иногда я все-таки его использую. Мне кажется, я даже уже просто не задаюсь этим вопросом, на автомате что-то намазала, вот иногда такое бывает. Просто по консистенции мне не очень нравится. А вот это, на тот момент, когда я это покупала, это было новинкой. Они мне достаточно долго служат, у них небольшой расход, даже если мы утро-вечером это используем. 200 мл хватает на зону бедер и живота достаточно надолго. И вот это Daily Misturizer с экстрактом мангостина. Ну, по упаковке, я думаю, вы его узнаете. Очень классное средство. Это обычный, просто светлый такой крем. Я даже не буду вам, наверное, его показывать. Он легкий, отлично впитывается. Ну, просто вот такая штучка. Тоже у него какой-то такой аромат, не такой приятный, как у предыдущего средства. Но по эффекту мне нравится гораздо больше. Это уход и какая-то легкость нанесения. Мне, в принципе, штучка понравилась. Есть у меня еще один крем, который... Его рекламируют как антицеллюлитный, подтягивающий попу. Этот бум-бум крем бразильский, который вот настолько хорошо продают. Вот это вот, ребята, вот серьезно, это очень грамотные, хорошие продажи по поводу того, что он так пахнет. Такой это крем обычный, достаточно жирный крем. У него резкий запах. Я не могу сказать точно. Это запах какого-то экзотического фрукта, но не натуральный, а вот такой, как бы, сильно преувеличенный, так скажем. Ну, обычный крем, очень жирный, очень питательный, хорошо впитывается. Но магии я в нем никакой не заметила. И вот на самой упаковке про целлюлит вообще нигде ничего не сказано. То есть это просто крем, как здесь написано, который хорошо впитывается и помогает подтягивать кожу, делать ее более гладкой. В общем, крем ни о чем, в общем-то ничего не обещает, это только в рекламе. И на сайтах говорят, что он действительно обладает какими-то магическими свойствами. Те зоны тела, до которых достаточно сложно дотянуться, даже с кровными как-то руками, это, например, спина самое главное, я использую вот такую вот штучку. На самом деле, вот раньше у меня здесь был вот этот вот спрей от Полос Чойс. Это Акни Боди Спрей. Это спрей, который как раз предотвращает воспаление, какие-то закупленные поры на теле. Я вам рассказывала в отдельном обзоре о The Ordinary, там все продукты, которые я попробовала. Это 7% гликолевая кислота. И сейчас я это средство использую для тела. Вообще отлично, просто супер. Вот переливаю вот в эту упаковку и распыляю на спину, на все участки, которые я хочу дополнительно как-то очистить, если замечаю там какие-то черные точки в порах. Мы наносим кислоту на сухую чистую кожу. После того, как это у нас подсохло, мы дальше наносим какой-то крем. И вот если вы делаете эпиляцию, ну, любого вида, то есть как бы вы не удаляли волосы, включая бритье, может возникать раздражение. Потом вырастают волоски и остальное. Как с этим справиться? Вы берете кислоту, вот желательно вот такую где-нибудь 7%, которую я вам показала. Вот переливайте, допустим, в какой-то ее спрей, чтобы было удобно наносить то, что-то очень удобно. И будет гораздо меньший расход. И вот такая вот штука. Либо еще я слышала о том, что диски Страйдекс, которые также есть на iHerb, я постараюсь, если я вспомню, я ссылочку оставлю, если забуду, то обязательно мне напомните. Они также по отзывам очень такие термоядерные. И вот от вросших волос очень здорово помогают. И вот если вы будете использовать какую-то кислоту и следом какой-то жирный питательный крем, я вам гарантирую, что проблем у вас будет гораздо меньше. Если есть воспаление, какое-то раздражение от бритья, от любого вида эпиляции, брошенные волоски, то вот каждый день, вот серьезно, хотя бы вечером, если мы для лица в зимнее время вообще используем утро-вечер кислоты, то для тела можно это использовать точно. Как минимум один раз в день. И дальше вот мне сейчас пришел в коробке, очень нравится вот этот вот крем. Это Палмерс формула с кокосовым маслом, который от растиражек, там, для беременности. Не знаю, но вот такого плана очень жирный крем вот после эпиляции, даже в самых нежных местах, если вы наносите кислоты и сверху вот что-то такое жирное, то и кожа успокаивается, и всяких проблем с раздражением с вросшими волосками будет гораздо меньше. Но вот как только вы что-то сделали, у вас там может быть какая-то ранка или еще что-то, естественно, что если вы сразу кислоту нанесете, с одной стороны это и позволит быстрее всему зажить, с другой стороны может быть раздражение. И вот сразу после того, как я удалю где-то волосы, я наношу вот такое средство. Это средство от Skin Doctors Hair No More. Тоже на самом деле у него не такой большой расход, как могло бы показаться. Такой упаковки мне хватает достаточно долго, и это уже не первая из тех, которые я заказываю. Тоже очень удобная форма, спрей можно нанести либо на ладонь, потому что, ну, нога, она вот такая вот, да, нанести так, чтобы всю ее полностью покрыть достаточно сложно. Вы понимаете мое объяснение? Поэтому либо я наношу это на ладони, распределяю по ногам, допустим, либо быстренько несколько пшиков и точно так же ладонью распределяю уже по коже. Тоже очень хорошая вещь, действительно замедляет рост волос. Вы будете пореже делать ту эпиляцию, которую вы делаете. И это нужно наносить на сухой чистую кожу, то есть с кислотами я это обычно не сочетаю. Первый вот раз я нанесла вот это средство на следующий день, допустим, либо утром там, а это вечером, и наоборот, либо вот это утром, то кислоты вечером. Сначала вот это средство, а потом уже кислоты и какой-то более такой плотный жирный крем. Еще один крем для тела, который мне очень нравится, мне кажется, что он идеальный. Это крем от Kiehl's. Это у меня такая веселая новогодняя упаковочка. Здесь 500 мл, вот такая очень удобная помпа, потому что вот эти маленькие упаковки, из них невероятно неудобно доставать этот крем, когда там остается чуть-чуть. Очень классный крем, и он так странно сочетает в себе очень много разных позитивных моментов. Он и быстро впитывается. Он и легкий, но он при этом увлажняющий. Он на теле как крем-лосьон. У него такой приятный, легкий, свежий аромат, который практически сразу исчезает. В общем, он невероятно клевый, я его очень люблю, но на самом деле летом вот я им пользуюсь не очень-то часто. И он у меня такой универсальный. Его можно и днем, и вечером использовать, но летом для дня он все-таки будет тяжеловат. Еще одно, кстати, средство, которое замедляет рост волос, которое тоже иногда я использую, потому что оно в форме крема. То есть это не такая эффективная вещь, как вот то средство от Hair No More, от Skin Doctors, которое называется Hair No More. Но это форма крема, поэтому для кожи, если она более сухая, либо сразу после эпиляции, я использую скорее вот этот крем. Это бренд Natura Verde, и это стоит буквально какие-то копейки. Я покупаю в ДМ. Не знаю, везде ли это продается. Еще быстро два лосьона, которые летом мне больше нравятся. Я их купила, на самом деле, не так давно, буквально пару месяцев, но это активно использую. Это Manufactura. От Manufactura мне нравятся продукты для тела. Ну, бывает далеко не каждый день в Чехии, поэтому, когда у меня появляется возможность, я сразу беру определенные запасы. Вот это с лавандой более легкая такая текстура и более легкий аромат. И с виноградом, чуть пожирнее, потяжелее, но они оба хорошо впитываются. Просто, опять же, ароматы. Здесь я выбираю, какой аромат мне больше нравится. Еще одна штучка из коробочки, которая у меня здесь лежит, это молочко для тела. Также на летнее время очень здорово. От Corus. Это пергамот груша. Подробнее про него говорила в видеокоробочке. Он клевый, вот именно очень легкий. Здесь, если вечером есть у нас время, и мы знаем, что мы никуда не пойдем, мы не будем больше там одевать на себя одежду, то можно использовать более какие-то жирные текстуры. И в зимнее время, либо когда у меня очень сухая кожа, это то же самое для ног, там, для локтей, вот в любое время года, для суперсухой кожи. И в зимнее время, вот мне очень нравится перед сном сделать вот такую штучку, сначала нанести какое-то масло. Вот это масло, масло Ark, оно у меня с прошлой зимы, мне кажется. И вот на лето я его немножко оставляла. Масло универсальное, его можно использовать для волос и добавлять в ванную, когда мы ее принимаем. И точно так же использовать для тел, мне очень нравится. Натуральное из одной из косметичек Beauty Experta. Вот такое вот масло, и сверху вот один из тех кремов и волосенов, которые я вам уже показывала. Еще одно масло, очень интересное, я купила его в основном из-за формы. Это Корос, это масло в спрее. Невероятно удобно наносить, сами понимаете. Нанести сначала это в ладошку, чтобы оно не разлилось, либо просто... Все в масле, будет очень такая тонкая пленочка. Дальше это уже очень удобно втереть в кожу. Здорово. И мне очень понравился также аромат. Естественно, что оно не единственное, я выбрала тоже по аромату из всех таких масел. Здесь у меня жасмин, один из любимых ароматов. Невероятно приятное масло, и упаковка такая классная. Еще одно масло, которое я очень люблю, и вот которое если пролить, то может быть небольшая трагедия, потому что они с золотыми частичками. Все, я думаю, уже знают, и, наверное, уже многим, кто особенно в коробочке заказывает, наверное, поднадоело масло от Нюкс с золотыми частичками. Вот это масло Клоранс, оно немного другое. Во-первых, вот насколько я понимаю, здесь в составе масло лесного ореха, и у Клоранс есть также бальзамы для буф с маслом лесного ореха. И вот это масло делает просто вау-чудеса. Потому что вот это масло, несмотря на то, что там есть золотые частички, они настолько тонкие, незаметные, настолько они как-то легко ложатся на кожу, и кожа действительно приятно блестит. Мне кажется, что здесь эти частички еще меньше, чем в масле Нюкс. И они какого-то не желтоватого, а более бронзового оттенка. Вот мои ощущения. И это масло просто божественное. Оно действительно достаточно легко и быстро впитывается, и невероятно классно ухаживает за кожей. Вот серьезно, кожа более мягкая, гладкая. Я не уверена, что она дает именно увлажнение, но вот какое-то питание, защиту однозначно. Я реально иногда просто по фану с утра его наношу, и мне даже вот все равно, что если у меня одежда там как-то испачкается, я как-то для себя решила, все, вот мне хочется с утра это нанести, и мне все равно, что будет дальше. Потом я просто посмотрела, что и с одеждой все в порядке, нет нигде там никаких неразводов, нет никаких нигде осыпавшихся вот этих частичек, и кожа себя отлично чувствовала. Вообще, на самом деле, это прикольно. В течение дня где-то такое поблескание там на руках или еще где-то. Вот присмотритесь к нему, если вы любите такие штуки. Надо посмотреть, есть ли у них просто какое-то масло для тела с маслом лесного ореха. И, кстати, еще одна штучка, которую я вам не показала. Вот когда я наношу масло от целлюлита или какой-то крем, который можно также помассировать дополнительно, я еще вот это делаю вот такой вот массажной щеточкой. Ее я использую уже не на сухую кожу, то есть для сухой чистой кожи у меня та щетка с ворсом. Совершенно обычная щетка, покупила ее в магазине ДМ, там тоже за какие-то небольшие деньги. И вот эта щетка, которая была в подарочном наборе от Веледы вместе вот с маслом антицеллюлитным. Очень классное масло, березовая серия. Мне кажется, что действительно это масло делает какую-то разницу для кожи. И оно мне действительно очень нравится именно по своим свойствам. И вот массаж на масло либо на крем вот такой вот штучкой дополнительно. Естественно, что сразу вам признаю, что я не каждый день это делаю. Вот у меня бывает момент, что я могу там в течение месяца каждый день делать, а потом у меня нет времени, я забыла или еще что-то. Я дай Боже, раз в неделю я бы там обо всем вспомнила. Когда у меня есть какой-то консерн, то есть я чувствую, что это, допустим, на килограмм поправилось, и мне хочется прийти в какую-то норму, то я буду использовать вообще эти щетки и все остальное каждый день. Если у меня все в порядке, то я расслабляюсь. То есть все в порядке потребностей, так сказать. И в принципе это все. Мне остается вам показать только вот этого уродца. Это мой дезодорант. Я этим дезодорантом пользуюсь с 2012 года, может быть с 2013. Нет, точно с 2012, может даже раньше. Это дезодорант Аромака от Lush. У меня есть непереносимость дезодорантов. То есть от очень многих, особенно от спреев, возникают уплотнения под кожей. Я знаю, что я не одна такая, и что у ряда людей есть такая же штучка, непонятно от чего, либо от содержания алюминия, либо еще от чего-то. Есть раздражение, есть какие-то неприятные ощущения. Поэтому очень советую вот этот дезодорант от Lush. Много лет я его уже использую, ни разу на меня пока не подводил. Единственный момент. Его нужно использовать на сухую чистую кожу сразу после того, как вы принимаете душ. Вот если вы приняли душ, и потом вы час ходили, и вы потом его нанесли, то такой стопроцентной гарантии в супер-жару, наверное, уже не будет. Поэтому сразу на чистую кожу, по возможности, как можно быстрее после душа. Ну, я, допустим, минут через 10-15 могу нанести, все в порядке. Это просто натуральная вещь, натуральные эфирные масла. И если мы хотим, чтобы это хорошо работало, то лучше нанести это сразу, втереть в кожу. Максимально щадящий, без каких-то вредных ингредиентов, которые могут накапливаться в коже. Это все на сегодня. Я благодарю за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!